здравствуйте господа здравствуйте дамы всем привет вот как и обещал вот в этом видео покажу как развивается цыпленок на том форме который я изготовил сейчас вам покажу развитие цыпленка на этом комбикорме то есть вчера у нас вылупился цыпленочек суточный и есть у нас цыпленок пятидневный значит вот сколько он на этом комбикорме какой вес он набрал за 5 дней комбикорм сейчас мой милый оператор покажет вам что в кормушках находится покажет значит сейчас вот и лентару по нолям значит вот сейчас сюда в этот ящичек я отловлю 10 суточных цыплят кучинской юбилеи покажу это на примере кучинской юбилеи вот далеко мне тут не лазить покрепче в принципе курица и вафлики курица вот десяточек цыплят кучинской юбилеи суточных ну как бы не совсем суточных ночи они сидели на корме значит естественно не что-то покушали какой-то вес у них добавился значит получается триста шестнадцать грамм весят 10 суточных цыплят кучинок грубо говоря триста шестнадцать грамм сейчас отправим его обратно берем этот же ящичек вот здесь у меня заранее отловлены за ними гоняться приходится они уже шустренькие придержи тут вот три вот их одиннадцать пять десять четыре шесть десять цыплят и вот тащим их на весну пятьсот четыре грамма пятьсот четыре грамма это пять билей вот сейчас еще покажу один момент как видите задницы не засраны любого бери задницы чистые на заводском комбикорме а именно комбикорме производителя юная корона которым пользовался прошлые годы на третий четвертый день уже появлялись засранные задницы и случалось гибель цыплят именно вот от того что происходило вот это заклеивание анального отверстия цыпленок просто не мог сходить в туалет происходила гибель на этом комбикорме вот то что я делаю этого не происходит вообще то есть нет засранных вот этих задниц нет гибели цыпленка из-за заклеивания вот этого задницы цыпленок сами видите шустренький активным сейчас посчитаем привет вот теперь будем считать привет 504 грамма 504 грамм 504 минус 316 316 равно 188 граммов разделим на 10 разделим на 10 цыплят и того каждый цыпленок за пять дней набрал 18 граммов ну почти что 19 грамм ну что ж вот значит произвели подсчет что один цыпленок за пять дней набрал 18 почти что 19 граммов на том комбикорме который я изготавливаю значит вот у меня сейчас в руках таблица привесы и так далее но тут по доминантам это все принципе практически все одинаково значит что здесь написано что возрасте одну неделю расход корма в грамм на день на штуку вот штука это конечно это не штука она голова 12 граммов день 0084 килограмма это за неделю до недели тут остается два дня значит получается что минус 24 грамма то есть каждый цыпленок из расходов 60 граммов корма скушал по 60 граммов корма и набрал вес 19 граммов то есть собственно говоря третья часть корма пошла в пользу остальное навоз это привет хороший значит в недельном возрасте курочка должна весить примерно где-то около семидесяти грамм петушок 80 сейчас он весит грубо говоря 50 и 4 десятых грамма то есть остается еще два дня даже если привес будет чуть чуть поменьше но еще что нужно учитывать то что из какого яйца выведен цыпленок это был первый вывод цыплят яйцо было мелковатое значит и поэтому может вес немножко отличаться чем крупнее цыпленок лупится тем впоследствии он быстрее набирает вес но здесь это как говорится на качество птицы особо не влияет вот такой расклад ну и вот делайте выводы даже если пускай на заводском комбикорме цыпленок будет набирать чуть чуть быстрее вес но цена комбикорма практически в два с лишним раза выше той цены по которой обошелся мне этот комбикорм стоит ли пользоваться вообще заводским комбикормом плюс еще к тому что качество комбикорма по какой причине говорил о том что заклеиваются затирается цыпленок не весьма есть хорошие то есть если еще откинуть падеж на это дело то там вообще получается безобразие по себестоимости а моя основная задача получить продукцию наименьшей себестоимости наименьшей себестоимости ну вот у меня все пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал коль кому не лень пересчитывайте сами ну цена конечно на пшеницу кукурузу и и остальные ингредиенты может колебаться и в разных регионах она может быть разная но по-любому это выгоднее чем покупать готовый заводской комбикорм неизвестно из чего сделанный как сделан сколько хранился непонятно ну и со всеми вытекающими отсюда последствия до свидания